Босоножки, шлепанцы, летние туфли, красивая обувь, которую носят в жаркое время. Как правило, ни с одним из этих предметов гардероба не надевают носки и ноги ничем не защищены. Считается, что кожа стоп сильно страдает от соприкосновения с жесткой подошвой и задником. Как ухаживать за ногами, чтобы избежать появления трещин на пятках? Можно ли облегчить неприятные ощущения при ходьбе в натирающей обуви? Что делать, чтобы иметь идеальные пятки? Об этом и обо всем другом мы сегодня с вами поговорим, дорогие друзья. В эфире «Красота в деталях», а я ее ведущая Алика Богатырева. Зимой за кожей ног ухаживать проще, чем летом. Стопы надежно защищены носками и легкого еженедельного педикюра оказывается достаточно. Покрытие ногтей лаком завершает процедуру. В летнее время, когда носков не носят, подошва ног переживает серьезные испытания. От жестких частей обуви появляются мозоли и натоптыши. Открытые задники или носки не спасают от пыли, которая сильно въедается в кожу. Слишком тонкое подошвание защищает от острых камушков или осколков стекла. Секреты красоты для ног летом заключаются в более тщательном уходе. Пемзу или терку используют дважды в неделю, а крем для ног, внимание, ежедневно. При этом нужно помнить, что накрашенные ногти на неухоженных ногах смотрятся крайне некрасиво. Правило номер один. Ухаживайте за ногами постоянно. Неприятности в виде сухих мозолей, трещин на пятках или натоптышей знакомы многим. И виноваты в этом в первую очередь повышенная нагрузка на стопы, например, из-за избыточного веса или долгого пребывания на ногах. Неудобная обувь. Особенно часто врачи-подологи обвиняют узкие модельные туфли. И отсутствие долгожданного ухода. Современная медицина предлагает много способов избавления от них. И даже самые застарелые стержневые мозоли можно удалить, например, лазером. Однако, проще же не допускать их появления, соблюдая следующие правила ухода за ногами летом. Раз в две недели, ну в три, делайте педикюр. Систематический педикюр не только гигиеническая и эстетическая, а еще и профилактическая процедура, позволяющая избежать во многих, точнее даже, многих проблем. Причем при проблемных стопах наиболее эффективным станет аппаратный педикюр. Благодаря тому, что для него используются разные насадки, фрезы для удаления кутикулы, обтачивания ногтей, шлифовки, обработки кожи, благодаря аппаратному педикюру можно добиться практически идеального состояния ступней, скорректировать неправильную форму ногтей и забыть о таких неприятностях, как натоптыши, трещины мозоли и растающие ногти. Кстати, все эти проблемы прекрасно поддаются лечению с помощью аппаратного педикюра. Правда, придется запастись терпением, особенно если речь идет о мозоли со стержнем. А вот классический обрезной педикюр очень часто, наоборот, вызывает избыточный рост эпидермиса и кутикулы. Купите хороший крем для ног и пользуйтесь им ежедневно. Лучше всего, если в его состав будут входить растительные масла, обладающие сильным, питательным и регенерирующим действием, и смягчающие компоненты. Алантаин, бисаболол, пантенол. Если из-за хождения босиком или просто нарушение открытой обуви, кожа стоп сохнет. Выбирайте для летнего ухода с ногами за ногами кремушки с интенсивно увлажняющими и влагоудерживающими компонентами, например, мочевина, глицерин, лецитин, экстракт алоэ, ну и так далее. Не допускайте, чтобы кожа ног грубела. Если уже через несколько дней после педикюра пятки выглядят так, словно вы делали его пару месяцев назад, помогут скрабы для ног. Отшелушивайте кожу два-три раза в неделю и кремушки с салициловой кислотой. Пользуйтесь ими ежедневно. Салициловая кислота предотвращает избыточное образование кератина, главного виновника того, что кожа стоп становится грубой, а ее верхний слой утолщается. Наилучшего результата можно достичь, если перед тем, как использовать крем, сделать теплую ванночку для ног для того, чтобы размягчить кожу. Помимо косметического средства для кожных ванночек хорошо добавить в воду столовую ложку соды. Такие процедуры станут и хорошей профилактикой трещин на пятках. Чтобы избавиться от них, также помогут смягчающие кремушки или старое проверенное средство – касторовое масло, которым нужно смазывать пятки вместо крема. Далее. Контролируйте потоотделение. Правда, тема не очень приятная, но, к сожалению, жизненная. При повышенном потоотделении для ухода за ногами летом пригодится тальк – крем с дезодорирующим эффектом или специальный дезодорант. Главное условие – все эти средства наносятся только на чистую и сухую кожу. Многие современные дезодорирующие средства для ног содержат не соль алюминия, сужающие или даже закупоривающие потоки потовых желез, а антибактериальные компоненты, препятствующие размножению, вызывающих запах пота, бактерий. Ну, в общем, вы все сами прекрасно поняли. Делая педикюр самостоятельно, не совершайте ошибок. Если вы предпочитаете домашний педикюр, уходу за ногами в салоне красоты или просто поддерживаете таким образом эффект от салонных процедур, начинайте его с ванночки для ног. Размягченная кожа и ногти легче поддаются обработке. Чтобы кожа стоп дольше сохраняла мягкость и гладкость, вместо пемзы, педикюрных терок и скребков используйте специальные лосьоны с анакислотами. И не используйте педикюрные станки с лезвиями. Основная ошибка неопытных мастеров, то, что они срезают слишком много кожи, затрагивая и живые клетки. В результате кожа утолщается и становится группой. Кроме того, такой неправильный педикюр очень часто приводит к появлению трещины. Носите пляжную обувь. Решив прогуляться по раскаленному песку или гайки, босиком, ожог ступней, вы можете и не заработать. Но, однако, ваша кожа в любом случае пострадает. Так что, если хочется пробежаться босиком, лучше выбрать для этого газон. Мы рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы с легкостью носить босоножки, демонстрируя красивые ухоженные ноги. Дальше дело за вами, мои дорогие. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok